Одна из лучших площадок страны, концертному залу имени Чайковского, 75 лет. В честь юбилея голоконцерт лауреатов международного конкурса имени Чайковского. На прославленной сцене Московской филармонии Владимир Спиваков, Денис Мацуев, ирландский пианист Барри Дуглас, Павел Милюков, Клара Джумикан. Масштабные гастроли Валерии Гергиевой и Лондонского симфонического оркестра по Европе продолжатся сегодня в Вене. Коллектив под управлением маэстро выступает в концерт-хаусе. Прозвучат произведения Стравинского и Бартока. За роялем Ефим Бронфман, обладатель премии Грэмми. Критики называют его одним из самых талантливых пианистов-фиртуозов современности. А в программе музыкального фестиваля Евразии, он проходит в Екатеринбурге, сегодня Гонконгский молодежный симфонический оркестр. В Большом зале Свердловской филармонии прозвучит 8-я симфония Дворжика, а также музыка китайских композиторов. Солистка Лу Си ее называют золотой скрипкой Поднебесной. А завтра на этой же площадке выступит французский пианист Люка де Барк, любимчик публики и критиков, лауреат 15-го конкурса имени Чайковского. Новые братья и сестры Ильва Додина с первыми гастролями в Москве. В рамках фестиваля сезон Станиславского спектакль под таким же названием в репертуаре малого драматического театра был 30 лет назад. Объездил полсотни городов по всему миру. Теперь настало время для нового прочтения грустной истории о бедах деревни Пикашина. Эпическую фреску о российской истории видела Виктория Самойлова. Эй, капитан, что ж ты мужиков-то не привез? Разве не было тебе наказа? За происходящим на сцене Лев Додин следит буквально с открытым ртом, будто и сам никак не может поверить. Его братья и сестры со временем помолодели. Новую версию своего легендарного спектакля создал полгода назад, как раз когда предыдущая отметила 30-летие. Это постановка-ремейк. Актеры другого поколения, но история все та же. Как люди после войны учатся заново радоваться жизни. Проходишь дистанцию жизни, в общем, то когда возвращаешься к каким-то вещам, и вдруг обнаруживается, что они за это время не исчерпали себя, а наоборот, только обнаружили глубину. Поток человеческих страданий, калаш несчастных судеб и вера в светлое будущее. Чтобы ощутить все, что пережили их герои, актеры отправились в Веркулу Архангельской области. Прототип Пикашина, родной деревни писателя Федора Абрамова, чей роман «Братья и сестры» в основе спектакля. Постигали быт русского севера. Парились в бане, готовили в печи, кололи дрова, ходили по грибы и ягоды, пешком на сенокосли, соповал за 15 километров. И... Общались с местными жителями, слушали говор, изучали фольклор, общались с пожилыми людьми, которые еще помнят победу, которые помнят войну. Такую же экспедицию совершал и первый состав, вспоминает Наталья Акимова. Актриса тогда исполняла главную роль, Лиза Пряслиной, теперь в образе ее матери. Этот спектакль отвечает на вечные вопросы. Почему мы не умеем быть счастливыми? Мы хотим любить, и у нас это не получается. Какие-то крупицы, секунды счастья, которые вот надо беречь. Все декорации в спектакль перешли по наследству от старых братьев и сестер к новым. Еще бы, с такой историей. Плод этот сделан, кстати, из бревен. Под Питером разбирали избы, то есть они были наполнены энергией, да, человеческой жизни. Постановка 1985 года признана одной из лучших в мире. Зарубежные критики писали, на сцене здесь не играют, а живут. Молодые актеры надеются повторить судьбу своих предшественников и тоже исклесить полсвета. Эти гастроли в Москве в рамках сезона Станиславского пока первые. Спектакль идет 8 часов с перерывами. Зрители и герои за это время проживают маленькую жизнь, словно становясь теми самыми братьями и сестрами. Виктория Самойлова, Тахир Лебедев, Вести. Человек, познающий мир. Кинофестиваль с таким названием стартует сегодня в Крыму. Зрители увидят картины как известных режиссеров, так и начинающих. В этом году акцент сделан на фильмах для молодежи и о молодежи. После закрытия смотра по городам и поселениям Крыма пройдут показы фильмов участников и победителей. В Музее русского искусства в Миннеаполисе показывают лики войны. Россия в Первой мировой. Выставка поделена на 4 раздела. Мир, война, Ставка и фронт. Каждый из которых насыщен уникальными документами и фотографиями. А хроника и звучащие в залах музык и тех времен создают эффект присутствия. Напомню, что первыми экспозицию увидели жители Белграда осенью прошлого года. И последнее. Ансамбль Игоря Моисеева на гастролях в Польше. В списке 5 городов от Варшавы до Гданьска. Зрители увидят классическую программу коллектива, который нынешний сезон посвящает 110-летию со дня рождения легендарного Игоря Моисеева. На сегодня у меня все. Следите за новостями культуры на телеканале Россия 24.